В личном состоянии, когда человек вспоминает состояние, в котором он был, тело вынуждено подстроиться. Почему я вам говорю, вы на гвозди встали? Вот то, что делала Наташа. И тело вынуждено прекратить боль в ногах. Боли потом-то не чувствуются, когда вы стоите. Нету этой боли, которая шарашит вас. Просто тело реангирует таким способом, чтобы вы вошли в определенную степень транса, когда вы не чувствуете боли. Точно так же и здесь, когда ты ощутил все это, тогда ты уже в этом состоянии. Почему работают энергетические практики? Они человека вводят в состояние гипноза, допустим, через массаж. Делают массаж, когда на массаже, где вы находитесь? Транс, потому что через тело. Как через тело можно изменять мозг? Точно так же через слово. Это у нас другая, только сигнальная система. Слово. Мы рисуем образ у себя. Этот образ у нас присваивается как либо положительный, либо отрицательный. Это уже от наших программ, как мы его делим, да? Придаем ему значение. И от этого у нас возникает ощущение внутри в теле. Очень легко и просто проверить. Вы где-то на улице идете, какой-то незнакомый вам человек, может быть, даже небрежно какой-то одетый, да, у вас какое-то такое к нему пренебрежение есть. И он говорит на вас какое-то ругательное слово. Ну, вы можете и в ответ ему слово, а можете и где-нибудь там под зад ему дать. Отреагировать. Можете никак не отреагировать. То есть ваша реакция. Но если это же слово произносит ваш близкий, какая реакция внутри? Мало того, что вы поджогу дать и все остальное, но внутри все выворачивает. Одно и то же слово. Звук. Вы придали этому образ. Вы придали этому значение. И это тут же отразилось в теле. Так, кто там хотел? Ваша задача. Вы можете закрывать глаза. Можете не закрывать. Как вам удобно находиться. Но с каждым счетом ваша рука, как у робота, у одной будет двигаться так, у другой так. Ты будешь чуть-чуть поднимать, ты будешь опускать. Да. Со счетом. Когда я буду что-то, что-то говорить и буду говорить счет. На счет руки поднимаются. Руки коснутся. При этом с каждым счетом продолжающимся вы будете давить. И я говорю всем, спайте. Вы спите и вы отдыхаете. Вам легко. И при этом вы слышите мой голос. А мой голос внутри вас. Мой голос помогает вам достигать того, чего вы хотите в жизни. Мой голос помогает вам расслабляться дальше и глубже. Дальше и глубже, спускаясь по волшебному ступенью. Посещая это волшебное место, в котором вы моделируете все в своей жизни, вы можете все поменять. Твоя правая рука застыла. Ты отдыхаешь дальше и глубже, дальше и глубже, отдыхает каждый, каждая точка от твоего силы. Каждая. А рука застыла, рука задеревняла. Ты сколько угодно, долго можешь держать на руку. И когда я щелкну пальцами, ваши руки упадут вниз, как мокрая полотенца. И когда они коснутся ваших ног, вы провалитесь так глубоко, как никогда дает. Глубже, чем вы спите ночью. И при этом будете слышать только мой голос. Прямо сейчас ты можешь открыть глаза и смотреть мне центр ладони. Еще внимательнее смотришься. Хорошо. Ты можешь смотреть сюда. А лучше, смотри в свой глаз. Смотри через нее. Ты видишь, как будто бы это волшебный мир. И ты можешь сквозь него смотреть и видеть будущее. И можешь увидеть себя такой, как ты захочешь. И через год. Смотри внимательно. Что ты конфетируешь? Что ты конфетируешь? Все хорошо. Я понимаю, что все хорошо. А кто там? Кто ты видишь? Ну, а в чем ты оделась? Фиолетом. Фиолетом. Как ты себя ощущаешь? Как ты себя ощущаешь? Хорошо? Все ли там хорошо? У тебя твой фиолет. Как тебе хотят. Ты этого хотела? Нет. Ты же можешь увидеть, как ты себя хочешь. Они слышат, что я говорю. Они при этом чувствуют в сотни раз лучше по всем своим каналам. А чувствительность у них? Чувствительность у них. Мозг работает эффективнее в десятки тысяч раз. Когда они в этом состоянии. И если вы будете, интересно вам эта тема, посмотрите. Московские коллеги сделали ролик, где в этом состоянии, там за 15 минут восстанавливается организм полностью. Которая там аритмия могла быть десятилетиями. Она проходит в этом состоянии. Давление выравнивается. И все остальные такие хронические... А где этот ролик? В интернете? Сейчас будем смотреть. Для чего я делал там кошечек и все остальное. Когда идут галлюцинации тактильные, когда ощущают. Вот вы видите, что он растет. И естественно, ощущается этот рост. Когда рука выравнивается. Это галлюцинации с закрытыми глазами. Когда есть галлюцинации с закрытыми глазами, как правило, тактильные они реализовываются. Откуда пятнышки на... Откуда, ну, не знаю, сколько пятнышек. То есть она видит ее. Понимаете? Она видит эту бабочку. Она видит эту кошечку. И ощущает. Вот. При этом, если глаза открыть и это исчезает, это три-два. Если это остается при зеркале, да? Вот зеркало было. Остается вид. Это три-три. Но когда рука прилипла, и я полагаю, с чем это связано? Человека все равно есть сопротивление. Ему неинтересно, ну, что это за... Он же не клон, да? Рука прилипла там. Может, просто она была бы корректнее. Какой-то тест, да? Привезти. Она вышла. Ну, сейчас ее можно погружать, она погрузится больше. То есть, три-три. Мы проверим это чуть позже сейчас. Ну, в каком состоянии не будем ни углублять, ни подумать. А чисто вот, что есть сейчас. Для чего это? По состоянию, которое есть. Состояние каталепсии. Рука, ну, так, ну, попробуйте. Руку так держит. Когда оно возникает у нас в строя, если где-то уцепился, и висишь час, едешь там, ну, метро где-то переполнено, в такой позе стоишь, что так, ну, невозможно в йоге такую придумать. А ты стоишь, нормально. Что произошло? Каталепсия, и это состояние тела впало в состояние каталепсии. Точно так же, как на гвозди боль ушла, тело впало в это состояние. Если боль не ушла, углубления нет, есть сопротивление. И боль не акцентирует человек внимание свое на боли. При этом что? Ну, тоже его критика снижена. То, что говорила Наталья, скорее всего, это будет работать. И будет говорить. Нам для чего это надо? Посмотреть где. Если человек очень глубоко и человек не помнит, вопрос, по-моему, у Вайлов, да, будет помнить или не будет, если глубина будет 3, то, скорее всего, человек может не запомнить, потому что появляется феномен такой гимноза, это спонтанная амнезия. Можно внушить человека, чтобы он не помнит, и его если он помнит, то будет. Это внушенная амнезия. У гипноза по стадии есть феномены, которые используются именно для работы. Феномены, то, что мы в жизни испытываем случайно, как нам кажется. Хотя на самом деле это не случайно. Наше тело так реагирует. Состояние, когда вы входите в гипноз, вы в каком сейчас состоянии сами находитесь? Какого транса? То есть, какое у вас изменение, чтобы их заставить, чтобы ввести в это состояние? Я нахожусь в активном трансе, в рабочем. Какое, я его квалифицировать не могу, потому что я себя не вижу, признаков я... То есть, вы как бы тоже входите в это состояние преднамеренно, но вам надо тоже подготовиться, чтобы для того, чтобы ввести какое-то время. Знаешь, чем можно сравнить это состояние? Это состояние можно сравнить с вдохновением. Раш. А, что браш? Ётся, ты не думаешь, да? Не продумываешь, не хитришь какие-то шаги. Оно просто идёт. И порой даже не знаешь, откуда оно идёт. Ну, это как кукла, получается. Ведомность там, она учитывается. Оно идёт, и ётся. Ну, у тебя тут, что это? Пробуем мягкий. Какой? Расскажи. Неваленький. Убольный? Неваленький. А чем он пахнет? Резимный. Чем? Резимный. Резимный. Неваленький. Угу. Хорошо. Отлично. Что за удар? Уминитарный. Угу. Уминитарный. Скипидарный. Скипидарный. Хорошо. Ты меня слышишь? Где ты находишься сейчас? Здесь, конечно же. А ты можешь представить, как ты находишься на порядке с цветами? Угу. Вот вокруг тебя цветы. Скажи мне, какие цветы ты видишь? Жёлтые. Жёлтые. Они как-то называются? Ты знаешь, как их называют? Или неизвестно? Угу. Похоже на утвальчик. Ага, я понял. Их можно трогать руками? Можно. Можно. А запах ты слышишь? Понюхай. Понюхай. И тут прекрасный запах цветов. Прекрасный. Какой запах? Что ты вот слышишь? Чем это? Красный. 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 Прекрасный. Держи этот мяч. И сейчас ты можешь открыть глаза и увидеть этот мячик. Такой, как он есть. Вот. Посмотри. Какой мячик? Можно и развертить? Нету мячика. Отлично. Смотрите. Это вот 3-2. Вылил. Нету. Понимаете? Либо надо углублять, да? Я так смотрю, что время у нас. Углубят нас сейчас. Углубим. Потихонечку начнем углубить. Потому что, я думаю, есть вопросы, которые еще... Есть, как это присутствует. И вот вроде как... Конечно. Да, да, да. Мне что-то казалось, там ли я? Потому что вроде как бы я собрала. Ощущения. И там, и здесь. Вот мой первый опыт гипнотерапии. Мне не было такого, что я куда-то улетела. Ну, то есть, у меня, может, какие-то кешевоны были, что это должно быть прямо вообще. Но я присутствовала. То есть, как бы, абсолютно все помню. И раньше он на фиолетовый, это типа. Так, красиво. А что вы мне дали там? А как вы думаете? Я не знаю. Просто резкий тут запах. Там понюхка краска для волос, да? Я просто сегодня красил девушку. А мне еще и краска осталась. Сейчас он как-нибудь. А что это? Кто хочет понюхать? Краска для волос. Это на шатерности. Если вы видели реакцию нам на шатерность спирта, вот этой нету. О чем это говорит? Это говорит, что стадия 2-3, когда не чувствует слизистая, но наш ответ не реагирует. Но внушая, что это цветочки, ты четко понимаешь, что это какая-то краска для волос. Хотя в нос тебе не штырит. Потому что у меня ассоциация будет с ничего, но я там, да, скипидаю. Дальше бы я погрузилась. Уже от них было как цветочки, огурцы и все, что там захотели. То есть ты была плавочникой подогналась, и это нормально. Ну, как бы нам вверх казалось вообще невесомо. Физические ощущения, то есть как бы по руке, все, вот это я все это чувствовала. То есть и когда, в принципе, конкретно, да, то есть конкретно правая рука, нет, я имею в виду, что я чувствовала, ну, как бы воздействие, которое команда, то есть оно все отзывалось. Потому что, в принципе, ну, вот меня еще не помаливает, правая наглядная. Сейчас? Нет. Вообще так. Жизненно. Я бы просто, ну, вот в обычном, как бы встанье, в каком бы, ну, как бы встанье вообще не чувствовала, то есть без руки. То есть она наверху. Потом, когда уже это я положил, в такой прошли какие-то там дрожь, что-то это все уже, ну, как-то, уже опять не чувствовалось. Как тело? Где делали? Сначала было, сначала было вот это вот тяжесть, а потом все ушло. Видишь, как по санне больно, как тяжесть пошла, а потом уже легкая. Какие вопросы задали? А есть люди, которые вообще не поддают за какие-то языки? Есть, это сильные формы шизофрении. Серьезно. То есть они вообще не поддаются? Может быть, если найти к ним язык, их, да, то, может, и поддадутся. Почему? Они за словом не видят образ. И что это ему унушает? Расслабляется, а у него это вообще непонятно, если к этому говоришь. А он не понимает команду просто. Нет, просто вы ему говорите одно слово, а у него образ совершенно другой. у него другой. А его второй брат говорит еще другие образы. Люди все погружаются. Это наш, просто, ну, такой странный вопрос, это наш образ существования вообще. Если человек засыпает, он погружается. Но есть люди, которые менее, скажем так, погружаемы, они с многими причинами связаны, это и сопротивление, и недоверие, и очень много факторов, да? А есть люди, которым мгновенно, которые погружаются очень глубоко, и, как правило, это люди творческие, это художники, артисты. Олег, а как вы видите, что они уже вошли в транс? Вы видите, чувствуете? А я же вам показываю тест, рука, тест. Я вам показываю тест. Все, что я делал, это не шоу-поступление, что я вам показывал какое-то веселое шоу с зайчиками, это была контрольная проверка, то, что я проверял, в каких состояниях они находятся. Это может быть неважно, это может не котик, но что-то, что ощущает? Ты ощущала котик? Цвет сразу же ответил, а вы сказали, я тоже. А какой? На что сейчас ответил? Уже не помню. Цвет четко представила, да, уже не помню. Хорошо. А что ты говорила вообще в сердце? Я очень, когда Ирине мы уже говорили про бабочку, про что-то там хорошее, я на себя начала представлять, и у меня даже пошли вот этот выброс эмоций, и я получила, ты такая вот женитая, ты все смеется. Да, ну да что, сразу я про себя начала, ладно, про себя, и получила вот этот вот, вот этот адреналин, актава, как вы говорите, вот это я получила, спасибо огромное. Ну, мне понравилось там, то, что говорили, то, что в этом состоянии там восстанавливается органит, и сразу начал рисовать, что мне там надо восстановиться, то есть, так и будет по схеме, и о том, что все вы там забудете, мне вот уже сразу не понравилось, решило, что я буду все помнить. Знаете, как это происходит? Проснулся, это свойство нашей памяти, проснулся, сон такой видел, ну караул, прям в нем пережил, так понравился, ну сон, и все, пошел, пописал, про что сон-то был? Такой хороший, те ощущения классные, а про что был, не помню, и все. Вот это, детальное тоже не могу сказать, частями, каким-то, которым неожиданно там, про катас, про котика, и шарик, что-то, ну, а остальное так, ну, как-то было, а в какой-то момент вообще ушла, когда вы с аудиторией уже общает, когда с аудиторией общает. Ты же слышала, что я говорила? Ну, так, ну, ты голос слышала, но у него выполняла команда, которая... Мне было интересно, что вы говорите, но уже у меня... Ну, смотри, я тебе сказал, что я какую-то гадость сделаю, да? Ты бы делала это? Я бы не сказала. Нет, ну, если бы сказала. Нет, нет, отдаешь себе отчет, что ему естественно. То есть, один из михов, что при помощи гипноза можно заставить делать то, чего человек не хочет. Нет. для того, чтобы он это делал, это очень сложная методика, и мы ее не будем обсуждать, да, как она применяется в спецслужбах. Но, человека погрузив и сказав ему что-то сделать, и он в зомби программа пошел, этого не будет. Опять же, постпигнатическое, я просто забыл, надо было сделать, ну, сделаем, если интересно, придешь в клуб, и мы это делаем, да? как работает постпигнатическое решение. Если это не противоречит твоим желаниям, то есть, оно не странное, да, снять штаны, трусы и пойти домой. Естественно, ты, никогда в жизни у тебя в голове конфликт, это будет. Тебе будет хотеться это сделать, у тебя в голове. Чего ты мне хочешь, что за чушь такая? Так работают чужие программы, которые в голове. Ты вроде как должен делать, должен там, ну, всем же должен, да, и там, участвовать в жизни страны, ну, и так далее, и так далее. А у тебя в голове, ну, что это не нужно? Ну, если бы это было забидно, ты бы это с радостью, сходилок сделала, и ты даже не помнила, что это говорить тебе сделать. Извините, а вот когда этот гипноз, цыгане там, кошелечек достают, он же не хочет отдавать деньги. Ну, так сыграним. Отдаем. Отдаем, ты подумаешь, что это было? Ну, хорошо, я отвечу на твой вопрос. Когда в этом состоянии, я бы сказал тебе, слушай, отдай мне все свои деньги. А, отдай. Ну, он от не отдал. Нет. Как от отдал? Свои деньги. И цыгане не говорят, отдай мне деньги, я тебе кину и убегу, сделаю кривляхану. Они говорят, дай мне время на деньги, я у них там очищу и верну тебе. Да, они что-то обернули. А если ты сказал, что ты озлух, я у тебя отбираю деньги, и сейчас убегаю, он бы сразу вышел из этого состояния. Ты сразу бы начал бы наматывать. Со мной просто выловывались. У меня брали деньги, уже брали, брали, и я уже, когда начинаю понимать, что-то не то происходит. ты отдаешь их не теряя, они к тебе как бы вернутся, а на штаб раскрасываются. Я их подержу там при себе, ну, либо там схожу в церковь, их три раза, чтобы помогло, два, может, не поможет, три раза. Ну что? Не, один раз церковь. А вы действуете волосами, или это важно для чего? С терминеркосвеческими флюидами, наверное. И волосы, и наградательность, и интонация. Да, вон, приходите, все это я рассказываю. Спасибо вам огромное. На здоровье вам девочке. Есть минский клуб самогипноза. Сейчас он работает по пятницам, да? Да. Притутского 75, там есть детский театр внизу, вход отдельный. Вот это телефон Олега, 677-9197, он же есть на сайте. Минский клуб самогипноза. Много интересного, чего вы сможете там узнать.